Всем привет! Сегодня я буду рассказывать про NVMe SSD Samsung 970 Pro, который приобрел в 2018 году в двойном экземпляре. Тесты покажу после предобзора. Итак, это накопитель, в котором используется полноценная флеш-память с двухбитовыми ячейками. На плате размещены 4 микросхемы. Контроллер Phoenix это 5-ядерный контроллер внутренней разработки компании Samsung, поддерживающий протокол NVMe Express 1.3. Его можно узнать по теплорассеивающей никелированной крышке. Далее DRAM буфер Low Power DDR4 на 512 миллионов байт и 2 микросхемы флеш-памяти. Массив памяти в SSD выступает в роли 64-слойной MLC 3D VLAN. Для своего подключения накопители Samsung 970 Pro используют 4 линии PCI Express 3.0. Все чипы находятся только на лицевой стороне накопителя, в результате чего он соответствует стандарту 2280S3M, означающий возможность установки в тонкие слоты, встречающиеся в ноутбуках. На обеих сторонах платы 970 Pro размещены наклейки, при этом та, которая на тыльной стороне платы, выступает теплораспределителем, ибо один из ее слоев – медная фольга, помогающая охлаждать устройство. Пожалуй, только из-за этого не стоит их снимать. Для того, чтобы SSD не перегревался, включается защитная технология Dynamic Thermal Guard или коротко DTG, снижающая производительность накопителя примерно вдвое. Но благодаря ей накопитель не разогревается выше 79 градусов. Примерная температура при запущенном браузере на системном SSD с 36 вкладками у меня была около 47-50 градусов. На втором же SSD без системы температура была от 32 до 36 градусов. Теперь про срок службы. Среднее время наработки на отказ – 1,5 млн. часов. Ресурс записи – 600 ТБ. На него разрешается перезаписывать данные, эквивалентные полной перезаписи 2-3 полной емкости накопителя ежедневно, в течение 5-летнего гарантийного срока. Ударопрочность – 1500 G в течение половины миллисекунды. Это как раз тот показатель, который гарантирует сохранность данных при транспортировке компьютера или ноутбука. Декларируемые объемы доступной пользователю памяти кратны 512 млн. байт. Как итог, в проводнике мы видим 476 гигабайт флеш-памяти. Потребляемая мощность при бездействии составляет 0,03 Вт. При чтении записи – от 5,7 до 8,5 Вт. Для диагностики состояния накопителя есть утилита Samsung Magician, а для переноса данных со старого накопителя советую использовать Data Migration. Скачать их можно на официальном сайте производителя, ссылку я оставлю в описании. Samsung Magician позволяет получить общую информацию о накопителе, о режиме его работы, о версии прошивки и об объеме записанных данных. Также она дает возможность ознакомиться с состоянием атрибутов, возвращаемых в смарт. Тут же можно произвести тестирование производительности накопителя. С помощью Magician можно вручную отправлять на накопитель пакет команд Trim, но это можно делать и без нее, используя проводник Windows. Есть возможность скорректировать размер неразмеченного файловой системой пространства, переводя часть емкости SSD в резерв. Зарезервированное пространство используется контроллером под внутренние нужды, для сборки мусора, выравнивания износа и под резервный фонд. Утилита позволяет создать загрузочную флешку для полного физического стирания данных при помощи команды Secure Arrays. Сам процесс я не покажу, из-за отсутствия у меня такой необходимости. В ней же выполняется управление функциями аппаратного шифрования. Для защиты данных на SSD может использоваться алгоритм IS-256, без какого-либо влияния на дисковую производительность. Криптографический движок совместим со стандартом Self-Encrypting Drive, что означает возможность удобного аппаратного шифрования при помощи утилиты BitLocker в OS Windows. Перед тем, как показывать результаты тестов, скажу про заявленные производителем характеристики скорости данного SSD. Итак, скорость последовательного чтения до 3500 миллионов байт за секунду, запись до 2300 миллионов байт за секунду. Скорость случайного чтения для блоков размером по 4 килобайта с глубиной очереди 32 до 370 тысяч IOPS, а запись до полумиллиона IOPS. С глубиной очереди 1 чтение уже до 15 тысяч IOPS, а запись до 55 тысяч IOPS. А теперь перейдем к тестам и проверим данные параметры спустя 2 года эксплуатации. Первым тестом я покажу Atto Benchmark. И сейчас вы можете увидеть результаты теста при блоках данных от 512 байт до 64 мегабайт, размером файлов 1 гигабайт и глубиной очереди 1. Стабильная скорость записи достигалась при блоках данных в 512 килобайт и в среднем составляла 2,11 гигабайта за секунду. Скорость чтения в среднем уже при блоках данных с размером в 1 мегабайт составляла 2,57 гигабайта за секунду. Результаты тестов на SSD без операционной системы отличаются небольшими приростами скорости чтения и записи. В случае же с глубиной очереди 32 скорость записи на системном накопителе существенно повысилась при блоках данных с размером от 512 байт до 256 килобайт, а скорость чтения возросла при всех блоках заданных в тесте. На втором накопителе результаты скорости чтения возросли и скорость от 2 гигабайт за секунду уже была при блоках данных размером от 16 килобайт. Запись тоже повысилась при блоках от 32 килобайт до 64 мегабайт и в среднем составляла 3,3 гигабайта за секунду, если не считать блок в 12 мегабайт, который дал сбой и показал скорость в 2,42 гигабайта за секунду. Итого данный тест показал, что скорость чтения при самых благоприятных условиях может достигать 3,3 гигабайта за секунду, а скорость записи 2,18 гигабайт за секунду. Показатели чтения и записи очень близки к заявленным и получились выше. Первый на 0,04, второй на 0,03 гигабайта за секунду. Вторым тестом для этих SSD я представлю CrystalDiskMark. Опережая вопрос, почему результаты тестов разные, скажу, что в них отличаются единицы измерения. Первым это двоичные, во втором десятичные. Итак, сейчас вы можете видеть этот тест. И первым, что привлекает внимание, является тест последовательного чтения с блоками размером 1 миллион байт, в глубиной очереди 1 и 1 потоком, так как скорость чтения на диске C составила 827 миллионов байт за секунду. Все остальные тесты показали результаты, приближенные к заявленным характеристикам от производителя. А некоторые показатели были даже выше заявленных, конкретно количество IOPS на диске D. Для блоков размером по 4 килобайта, с глубиной очереди 32, это было 376 511 IOPS, а запись 565 235 IOPS. На всякий случай хочу сообщить, что тесты я проводил после оптимизации. И соответственно, результаты вы видите такими, какие они должны быть. В качестве бонуса, хочу показать еще CrystalDiskInfo, где можно увидеть температуру накопителей, общее время их работы и количество включений. И еще хочу добавить, что благодаря этим SSD, запуски приложений происходят очень быстро, и это радует глаз. Если вы досмотрели это видео до конца, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, и если есть что добавить, комментарии приветствуются. Всем пока!